Музыка Михаил Барзыкин, настоящий светоч российского футбольного ютьюба, человек, которого пару лет назад я довольно часто смотрел из-за прикольной подачи, хорошего чувства юмора и классного монтажа со своевременными вставками и вырезками. Однако постепенно в Михаиле начала просыпаться его вторая личность, которая в итоге почти поглотила все перечисленные плюшки. Эта вторая личность безо всяких на то оснований оскорбляет людей, учит жизни окружающих и порой несет такую пургу по темам, в которых она абсолютно некомпетентна. Уточню, что мой материал абсолютно не касается личной жизни человека, только лишь анализ его деятельности в интернете и его самого как интернет-персонажа. И поверьте, там все настолько соткано из противоречий. Я не знаком с Михаилом, но мы с ним когда-то списывались по каким-то рабочим темам. Был даже момент, когда я мог работать с ним в качестве монтажера. По переписке он мне показался вполне приятным человеком, так что повторюсь, ничего личного. А то смотрел я недавно похожего на значение видос, и там как раз все построено исключительно на личной неприязни, без каких-либо пруфов и аргументов. Это же ролик совершенно другого характера. И мини-обращение к самому Михаилу, если он будет этот материал как-то комментировать. Миша, вот просто не смей называть меня хейтером или одноклеточным завистником, потому что я за несколько недель подготовки этого материала посмотрел все твои видосы, начиная с 2018 года, прощелкал большинство стримов и пролистал весь телеграм. На твиттер, уж извини, сил просто не хватило. Так что я наоборот, один из самых твоих преданных фанатов, который хочет, чтобы ты вернулся к свету. Ну а еще я очень хотел бы пробить 100 тысяч подписчиков до конца года. Но так как в этом мире все настолько быстро меняется, мне кажется, что столько времени, чтобы достичь заветной соточки, у меня уже нет. Так что надо ускоряться, поэтому welcome, друзья! Ну а теперь погнали! Да, забыл, кстати, уточнить, я буду много здесь использовать вставок с других каналов, и в частности с ресурсов Михаила. Все источники, естественно, будут указаны, и надеюсь, что в отношении этого ролика не будет предпринято каких-то действий по его возможному выпилу с ютуба, страйки там и всякая подобная шняга. Я могу, конечно, обрезать видосы так, чтобы они отбивались по добросовестному использованию, но тогда это будет вырезано из контекста, что, кстати, очень часто делает сам Михаил, и выглядеть это будет примерно вот так. Почему многие так возбудились, я смотрю порнуху. Давно домохозяйки так не кончали. Жаль, что это всего лишь сон с детства за Динамо. Но нам этого не нужно, поэтому если надумаете кинуть претензию, то большая просьба. Напишите сперва мне, я сам выпилю эти отрезки без проблем. Все контакты в описании. Смотрим, анализируем и делимся впечатлениями. Аналитика от Михаила Барзыкина. Главный слоган канала, который постепенно был вытеснен более пафосными вещами. Подпишитесь на канал, здесь говорят правду. Подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду. Живите по правде. Этот слоган действительно ярко выделял фабрику футбола на фоне остальных довольно серых и непритязательных ребят вроде меня, а также любых телеэкспертов и спортивных журналистов. В разоблачении, о котором я упоминал в дисклеймере, автор отмечал, что никакой аналитики у Михаила уже давно нет. Но он скорее имел чисто футбольный аспект. А я же не согласен, что аналитика может быть только в отношении событий, происходящих на поле. Анализировать можно поведение и поступки людей, какие-то события и многие-многие другие моменты. Так что аналитики на фабрике футбола хоть отбавляй, но вопрос лишь в ее качестве. В качестве и количестве аргументов, которые приводятся перед итоговым выводом. А выводы на канале «Фабрика футбола» подводятся строго в каждом выпуске. Но о категоричности мы еще поговорим в дальнейшем. Так вот, аналитика. К большому сожалению, познав первый большой успех, Михаил почти перестал копать и находить новые аргументы при анализе различных событий. Сейчас основа его аналитики – это личное отношение к объекту анализа и двойные стандарты. Разберем свежий пример. Такого, что прям мне говорят, мне вообще надо срать. Да и ко всем командам хочу субъективнее. Вчера флагман нашего замечательного футбола в очередной раз позорился. У «Зенита» не было ничего, полный мрак. «Зенит» нечего жалеть, вообще никого, ни команду, ни игроков. Так футбол давно никто не позорил. Как обычно, неокрепшие умы всю вину свалили на тренера. Не, понимать, что это интернет, тут люди отдыхают, и никому не нужно копать глубоко и заниматься аналитикой. Гораздо пророче найти крайнего и всю вину спихнуть на него. Вот он, проклятый физрук, гоните его с саными тряпками. И это при том, что Мусаев дважды брал бронзу и впервые в истории клуба вышел в Лигу Чемпионов. Но людям это, конечно, не интересно. Им плевать на объективные факторы и вообще на все. Во всем виноват физрук. И это касается не только Мусаева. У нас любая команда выдает серию неудач, и тут же стадо аналитиков набрасывается на жертву. На самом деле, посчитайте, да, было 8 туров там. Вот в Европе, да, в Европе был 2 месяца паузы. Везде, блядь. Никто это почему-то не учитывает, когда говорят про наших в Еврокубах. Они же гандоны полные, блядь, но то, что было 2 месяца у них. А у нас был хуй там 5 дней буквально. Это никто почему-то не учитывает. У Зениты паузы не было вообще. Ну да, наверное, сейчас очередной одноклеточный предъявит мне за Зенит. А что ты тогда его критикуешь? Зенит я критикую не за результаты. Зенит я критикую за примитивный футбол, ну и за некоторые другие вещи. Я ко всем командам хочу субъективно. Да, Зенит играл хорошо, но этот фактор не имеет вообще никакого веса, учитывая итог. Давайте вернемся к Хартэмуону Дзюби. Он действительно устал, это полная правда. Я посчитал количество матчей, и там, конечно, ужасная нагрузка. Но знаете, друзья, еще я посчитал количество интервью за последнее время. Вот смотрите, это статья Михаила в советском спорте в конце лета 2014 года. Самое яркое в этом тексте, это, конечно же, сравнение с Мюллером. Но меня больше волнует размышления про голевое чутье. Вообще, менять свое мнение, а также учитывать новые вводные при экспертизе, это совершенно нормально. И я никогда не назову такие моменты переобувания. Если они, естественно, не связаны с какими-то глобальными вещами. Отношение к Дзюби, как к человеку, как к нападающему, может поменяться за 4 года. Спору нет. Но получается, в 2014 году Михаил считал, что голевое чутье форварда столба, это не просто голову подставить, но еще и позицию выбрать, прыжок рассчитать, да и борьбу верховую выиграть. Дилетантам, в общем, не понять. Но со второй половины 2018 года все поменялось. И с тех пор Михаил величает такую игру не иначе, как тупой примитивный Дзюбол. И попросту уничтожает в своих выпусках Зенит за такую манеру игры. Странно, я как-то и не думал, что за 4 года так гардинально может поменяться восприятие футбола. Здесь, конечно, можно возразить, но они же вкладывают такие бабки, у них же супер дорогой состав. Но окей, скажи тогда мне, Михаил, кто из вот этого вот списка новичков, которые пополняли команду после зимнего окна сезона 18-19, когда была подписана тройка Азмун Ракицкий Бариос, и Семак вообще перестал искать что-то другое, отточив именно этот план игры. Так вот, кто из последующих новичков может играть в другой футбол? Но если все-таки задумаешься об ответе, то сделай это максимально объективно, как ты умеешь. И обязательно учти, что Малком в футбол в России по сути не играет, а Вендл приехал в команду прямо к первому матчу Лиги Чемпионов. Кто из этих новичков может играть в другой футбол, который бы тебе нравился и который бы оправдывал вложенные средства? Чет как непонятно. В принципе, подобным двойным стандартам можно было бы посвятить все видео, и оно продлилось бы целых 2 часа. Но сейчас я представлю вам самый ярчайший пример субъективности аналитики Михаила Барзыкина, в которой нет абсолютно никакого места объективным факторам. Возьмем двух персонажей российского футбола. Его самого любимого персонажа и самого ненавидимого. И просто сопоставим тезисы. Сперва чисто в отношении футбола. Массима стал прививать прагматичный футбол. Организованная игра, крепкая оборона, высокая эффективность и тактическая гибкость. Команда здорово подходит каждому матчу, изучает соперника и подбирает под него специальную тактику. Первое секретное оружие. Модель 3-5-2 на своем поле против Магвучи Словакии. Словении. Как и о том, что заслуженные мастера спорта на своем поле против 62-й команды рейтинга FIFA почти весь второй тайм фактически отбивалась. Да, у нас нет Аршавина, но есть Головин, есть Мирничуки, у нас целая молодежная команда талантов. Можно играть в другой футбол. Но вместо этого мы уже много лет наблюдаем тупейший дзюбол. Только не перепутайте, это у Кареры тактическая гибкость, грамотное изучение соперника и подбор разных с кем. А Черчесов же просто трус, который впервые с матча с бельгийцами в 2019 году перешел на трех центральных защитников. И против кого? Против 62-й команды рейтинга FIFA, от которой Россия отбивалась весь второй тайм. И как бы ни старались они очернить Массима, у них все равно ничего не получится. Потому что у них только слова, а у Кареры дела. То есть можно говорить о том, что в Греции Массима повторяет свою работу в Спартаке. Феноменального футбола нет, но есть результат. Если это была бы компьютерная игра, то, наверное, да, можно было бы делать выводы по одному только результату. И оценивать только один результат. Но это реально футбол, это жизнь. И поэтому одних лишь футбольных оценок тут явно недостаточно. Так что, Стас, Дзюба и журналисты, шли бы вы все нахуй. Дружно, смело и навсегда. Ой, как удобно. И чтобы это не выглядело вырванным из контекста, даже в довольно сильном отрезке сборной во второй половине 2018 и в 2019 году, Михаил по-прежнему расставлял акценты совсем на другие вещи. А не на крепость обороны, организованность и, конечно же, не на наличие результата. Ну а теперь тезисы о возможной коррупционной составляющей в работе двух этих тренеров. И здесь вообще случается просто разрыв всего. Только иногда вбрасывают разную информацию, вроде того, что Массимо был замешан в какой-то нечистой сделке с Петковичем. Слушайте, давайте отделять мух от котлет. Кто такой Каррера? Это тренер. Тренер, который принес чемпионство впервые за 500 лет. Все остальное вторично. Даже если и было что-то, это вопросы к Лене Федуну, которого 15 лет разводят все, кому не лень. Я не знаю, в чем замешан Массимо и замешан ли вообще, но даже если так, чемпионство и его работа в Спартаке дает ему индульгенцию абсолютно на все. Какой же ты лысый балабол. А как же принципы? Или принципов тоже нет? А есть только друганы футболисты и правильные агенты. Где жиры, по которым столько говорят? Надеюсь, одного только вызова достаточно, чтобы у тебя и твоего компанию Нагузарова все было хорошо. Ведем возрастной ценз. А может, не только возрастной. Но это лучше известно друзьям-агентам Стаса. Он считает, что сборная России это не национальная команда, а его частная лавочка. Куда заходят всякие сомнительные персонажи, его друзья и подружки. Стас, почему после чемпионата мира тебе выдали индульгенцию на любой произвол? И его работа в Спартаке дает ему индульгенцию абсолютно на все. Но суть даже не в том, что это другое. И что Стас как бы тоже добился исторического успеха. И даже более существенного, чем любимец нашего героя. Суть в том, что эти скандальные ситуации кардинально отличаются. Даже сам Михаил сомневается в прозрачности истории с Петковичем. На которой его любимец мог сорвать неплохие деньги. И об этой истории напрямую рассказывали лица, участвовавшие в трансферном процессе. Естественно, правдивую версию мы не узнаем. Но аргументы 50 на 50. А что же насчет Черчесова, который, по мнению Михаила, имеет финансовую заинтересованность в формировании состава сборной. Якобы он проводит предпродажную подготовку всяких пассажиров, которых он вызывает. Вообще, вся эта история с агентской движухой раскрутилась после того, как Иван Игнатьев ушел из-под крыла Германа Ткаченко к Алану Агузарову, формально юристу Черчесова. И довел эту историю до широкой публики старый друг Германа, всеми нами любимый Василий Уткин. Также он вбросил и историю с Жировым. Но еще раз, какие аргументы выдвигает сам Михаил, который обмусоливает эту тему в абсолютно каждом своем ролике про сборную и делает по ее итогам очень жесткие выводы. Наверняка у него есть что-то стоящее в загажнике. У меня к тебе претензия по поводу Жирова, в частности, будет. И ты охуеваешься с того, что, блядь, как мог Черчесов взять своих агентских ребят Жирова, Нейштеттера, Калмухина? Я тебе объясню. Во-первых, агентский, там был намек. Там не было прямым теклом сказано. Во-вторых, что еще думать в такой ситуации, что-то нету более логичного, более мягкого объяснения. Вот так, ни прибавить, ни убавить. Странно только, что не знающий жалости в своих разоблачениях Михаил вдруг так жалко съехал на то, что это всего лишь намеки. Это команда Стаса и у агентов, команда, напичканная токсичными и просто непонятными персонажами. Во-первых, агентский, там был намек. Там не было прямым теклом сказано. Но проследите теперь за его реакцией, когда ему в открытой дискуссии все-таки дают это логическое объяснение. Ты сидишь, ты в своем мерке, ты некоторые вещи круто обозреваешь, по каким несешь полным хуйным. В частности, Александр Житов. Скажи мне, пожалуйста, на какой позиции это Александр Житов? Центральный защитник. Какой центральный защитник? Что? Какой центральный защитник? Не знаю. Он левый центральный защитник. Это ливоногий, 193-х сантиметровый. Достаточно быстрый игрок, который, блядь, уже три сезона, на горе-клорогу я хочу, что он даже в зеркну падает. Видимо, он проигрывает кому-то, который я лично люблю. У нас тут все-таки все-таки проходят заявку. Окей, вот вопрос походу-то, почему он вызывает, блядь, потому что это дефицитный защитник, потому что это дефицитный защитник. Давай разднемся к сереже, к сереже, к сереже, после летнего трансферного окна. Посмотрим, где он окажется, и тогда мне кажется, какой еще прояснится. Я знакомый, я играл в одной команде с парнем, который является агентом Жирова. Миша, я тебя познакомлю, ты можешь сделать с ним интервью, проделать журналисту работу, а не говорить о том, что Жиров, пацан, который в говне играл в таком, опять, ты стоять где-то еще, пробивался, ванжи, блядь, добрался до второй бунды слиги, понимаешь? Я могу, блядь, честно, потому что вторая бунды слига по скоростям. Я уверен, что по скоростям, по динамике, по интенсивности, это, блядь, чемпионат, который даже лучше, блядь, двух третий российской премьер-лиги. И оттуда приезжает игрок, который играет регулярно, пообщался с Мишей, с его агентом, который говорит, что, блядь, ну вообще он сам удивлен, что все-таки попал Жиров в заявку, в этот раз его вызвали, потому что там проблемы в самом заункаузе. Сейчас он низко очень стоит, но объяснил, почему. То есть, ну это игрок, блядь, позиция, которая у нас, это прискорбно, у которой реально такая слабая. Знаете, я не удивлюсь, если действительно летом случится трансфер Жирова по примерному сценарию, описанному Уткиным. И тогда Михаил будет хлопать в ладоши и с еще большей гордостью за свой аналитический склад ума рассказывать, что он ведь знал, что так все и случится. Но вопрос же не в этом. Вопрос в уровне и качестве аргументов, из которых автор лучшего канала о нашем футболе делает свои жесткие и бескомпромиссные выводы. Это только начало. Самая жесть впереди. Не забывать подписываться на самый честный канал о нашем замечательном футболе. Подписаны ли вы на самый честный канал о нашем замечательном футболе? Так вот, вы трусы. Вы боитесь называть вещи своими именами. Ну а я пока жив. Буду с этим бороться. Старая добрая фабрика футбола начиналась с ранее упомянутого слогана про аналитику. Но со временем Михаил почему-то меняет вектор развития и главенствующей темой его канала становятся подобные высокопарные заявления о честности, а также всевозможные вариации и противопоставления с другими теле- и интернет-ресурсами, которые, по его мнению, ссут в уши болельщикам, а также не называют вещи своими именами. А вы журналисты, хватит ссать в уши болельщикам. Да, спору нет, Михаил. Ты часто говоришь о тех событиях и поднимаешь те темы, о которых больше не говорит никто. Но другой вопрос заключается в том, какие цели ты преследуешь. Ты задаешься вопросом, почему все молчат. Ну окей, ну так и про агентскую мафию, тоже все молчат. Почему Джуков пошел на выборы один и получил 100% голосов, тоже все молчат. Видишь ли, у нас принято молчать. В чем твой интерес? Ты хочешь что-то изменить в российском футболе? Может быть, ты хочешь наставить на путь истины журналистику? А может, ты просто реально настолько принципиальный парень, герой нашего времени? Нет, подожди, самый главный вопрос, который все хотят Мишу задать, он же после себя, как человек честный, жесткий, принципиальный позиционирует. А вот тебе позвонит завтра человек из РФС какой-нибудь скажет, Миша, приходи к нам работать, что скажешь? Сколько? Ты сам, что-то странный вопрос. Звучит так, как будто там работа с зарплатой 6 нулями, на нас пошлю. Нет, ну, взгляд, я тебе скажу, Миша, ты там у нас все на хуесосишь, дай нам понимание того, куда двигаться, поверь в нас, покажи путь мессия. Ты скажешь, нахуй идите, да? Вот наш футбол в тебе нуждается, приди и подними с колен. Научи, научи работать. Слушай, Роман, ну, понимаешь, в чем дело, даже если серьезно к этому отнесись, то, что ты говоришь, ну, тут ни один человек ничего не изменит. Пока система в стране не поменяется, ни футбол, блядь, ни другие сферы, они не изменятся. Вот и все. Окей, то есть, за изменения в футболе ты, по сути, не топишь, раз уж ждешь развала злосчастной системы. И, кстати, очень странная штука. Я повторюсь, что посмотрел все твои ролики, начиная с 2018 года. И так получается, что твоя риторика скачет от ролика к ролику, от месяца к месяцу. То ты выступаешь в абсолютно категоричной манере по каким-то вопросам, то, наоборот, призываешь не разделять жизнь на черное и белое. И говоришь, что все намного-намного сложнее. Николай Толстых, классный дядька, мне кажется, вы даже чем-то похожи. Будучи президентом РФС, он отказался от водителя, ездил на работу на метро, экономил деньги всевозможными способами и доталово пер войной на агентов. Вообще с полтычка, без предварительного поиска союзников в Российском футбольном союзе или где бы то ни было. Вообще безо всякого плана, по сути. Ну то есть мужик просто решил в один момент избавиться от агентов. Безо всякой дипломатии, хитрости и каких угодно других методов. По классике Михаила, принципы честность борьба, есть только добро и зло. Вот только агенты в футболе были всегда и будут всегда. В России, в Испании, во Франции, да где угодно. И это в любом случае получится борьба с витряными мельницами. Просто красивая обертка, у которой не будет никакого результата. Ну хотя для кого как. Ведь прямо сейчас, когда наше общество по сути находится в рамках цензуры со всех сторон и с каждым месяцем и годом это кольцо смыкается все больше, запрос на правду многократно растет. И правдорубы стремительно повышают свою медийную значимость. Но почти везде и во всем это сплошь разговоры и ничего более. Что и говорить, если даже сам автор не верит в возможность что-то изменить. И никто не говорит, что все будет плохо. Угу. Ну понятно. Так а что в итоге-то по принципам? Прошлой весной Михаил не прошел мимо скандальной темы фонда Эрика Гафарова, очередной пирамиды, которая обманула и кинула много людей. Естественно внутренний моральный компас не позволил нашему герою оставить эту ситуацию без разоблачения и не уличить бывших футболистов в аморальности, нечистоплотности и непорядочности. Вот только когда кого-то разоблачаешь и взываешь к институту репутации, убедись, что ты сам абсолютно чист по теме подобной рекламы всякого шлака. И неужели это стоит того, чтобы убивать свою репутацию? Очень многие люди, вероятнее всего, своих денег назад не получат. И вы знаете, не жалко. Наоборот, они вызывают только брезгливость и отвращение. Понимаете, быть обманутым может каждый, но попасться на крючок настолько очевидного лохотрона могут только одноклеточные дебилы. Как тут не поверить? Но если есть хотя бы крупица мозга, ты никогда не поведешься на такую хуету. А еще ты пробовал рекламить подобную залипуху и на ютубе, конечно же, а впоследствии через некоторое время вырезал из выпусков фрагменты с этим зашкваром. Но комментарии людей ясно дают понять, в каких роликах была эта реклама. А в одном видосе ты вырезал фрагмент максимально криво. И получилось вот такое вот начало. Каперская, привет. Надо сказать, что в конце сезона у нас довольно много крутых матчей. Назови ценник, договоримся. Ну и еще один показательный моментик насчет принципиальности Михаила. Почему не любят журналистов Мачтв? Ну много почему и одна из причин это не журналисты, это лакеи. У меня для вас, лизуны, очень плохая новость. Пока я жив, в покое вам не будет. Такой работой вы позорите и предаете профессию, а еще одурачиваете людей. И очень жаль, что среди вас сказался Денис Казанский. Лакеи зовут Нобель Арустамян. И вся эта шобла, блядь, вместо того, чтобы вскрывать проблему, занимается отлизыванием и осасыванием уважных людей. Ну а я пока жив, буду с этим бороться. Другой вопрос, почему молчите вы, светочи спортивной журналистики? Вы-то чего молчите? Вы не журналисты, вы халуи. Хуетавы из-под ногтей. Почему я должен забыть? Потому что они обыграли майтую Словению, но вот этим мы с вами и отличаемся. Вам дай конфетку, и вы готовы все забыть и простить. Интересно, сколько бы ты с жоры чердака взял, если бы он к тебе за рекламой пришел? Борьба твоя против халуев и лизунов оказывается только лишь на словах. Но вообще дело не в принципах, а в том, что ты прекрасно все понимаешь, как работает медиа и в частности YouTube. Больше агрессии, больше кликбейта, больше громких заголовков, больше негатива и ярких картинок. Ну вот, наконец-то, появилась чисто футбольная тема. Разумеется, скандальная. По-другому у нас не бывает. Нет, Миша, они бывают не только скандальные, и ты прекрасно это знаешь. Как и знаешь то, что позитив намного сложнее продать и раскрутить. В январе, ввиду паузы в РПЛ, Михаил запускает новую рубрику «Формат хит-парада», как его называет наш герой. И, казалось бы, перед тобой открыты все темы, выбирай из чего хочешь. Полная свобода. И что же выбирает Михаил? Ну вы поняли. Как думаете, какой ролик стал вторым в рубрике «Хит-парад»? Хорошая идея, это нужно сделать выпуск такая символическая сборная таких вот самых зашкваренных игроков. Ну, зашкваренных в плане, ну, косячных. Много ошибаются, много привозят, короче, такие непутевые, ну, глупые футболисты. Такие темы, если говорить, хорошо заходят, вот выпуск про самых тупых футболист, про Кокорина, Это самый популярный мой видос, где я вообще безо всякого опыта, запинаясь и говоря в тапочек, рассказываю о непростой судьбе Федора Черенкова в преддверии его дня рождения. И он бы набрал еще больше, если бы в прошлом году с него не сняли монетизацию и не ограничили в поиске. Вот это долгосрочный видос, о котором ты говорил на стриме, но тема, как видишь, а вернее ее градус кардинально отличается от твоей задумки. Так что завязывай с этими постоянными набросами о том, что людям ничего не нужно, кроме скандалов и горячих тем. Дело лишь в твоем желании рисковать и искать какие-то истории и темы, которые могут как провалиться, так и выстрелить и впоследствии привлекать все новую и новую аудиторию. Но зачем рисковать, если всегда можно взять что-то горяченькое, запилить максимально кликбейтную обложку, желательно с матами, и добить все названием. Да, наш футбол не идеален, он не всегда интересен и зачастую связан с криминалом. И в целом, когда лично я затрагиваю актуальные проблемы, я стараюсь искать какие-то ответы на частные вопросы, а не сваливаю все одно к одному. Якобы только со сменой системы в стране может что-то измениться. Популизм, конечно, поражает. Зимой ты часто комментировал судебный процесс Широкова с пацаном-судьей, которого он ушатал в любительском матче. И читая очередной пост, я как-то подумал, что пара тезисов из этого текста это же явно про тебя. С поправкой, конечно, на саму ситуацию. По итогу же получается, что ты несешь правду в массы и вскрываешь проблемы не просто из благих побуждений донести истину и пролить свет на какие-то темные делишки, чтобы их искоренить. Нет, ты вполне неплохо на этом зарабатываешь. И это в порядке вещей, это нормально. Но ведь если бы ты был действительно идейным человеком в том, что ты делаешь, то показатели и цифры интереса аудитории тебя бы точно интересовали меньше всего. А поэтому твои возгласы о собственных деяниях излишни, а поучения и морализаторство по отношению к другим людям попросту неуместны. Тем более в покровительственном тоне с насмешками и оскорблениями. Поэтому без обид. Локомотив при всем уважении, ну слушайте, ну вообще не собирает ни хера. Локомотив собирает просто можно только в одном случае, когда там какая-то дичьа и свой. А когда Локомотив поддерживает обычную какую-то там победу, ну и что? Прямые оскорбления это вообще, конечно, отдельная тема. Пиздишь, что им очень даже красиво. Так что там очень легко впишешься. И самое забавное, что жесткую критику, в которой и мелькают эти оскорбления, Михаил почему-то называет объективной оценкой. Я говорю, что много критики. Я говорю, что много критики. Это не критика, это объективная оценка. Почему эти критики-то, блядь? Вот даже я, как-то мне получается объяснять, почему я ненавижу там Зюбу, да Черчесова, почему я-то... Да, пусть там притянут, пусть там не футбольные причины, окей, ну почти не футбольные. У Черчесова там футбольные, потому что смотреть на это невозможно. Как это у тебя работает, я не могу понять. Мне кажется, что Михаил и сам уже попросту запутался в формулировках. Каждый сходит с ума по-своему. Плохая новость для хейтеров, ребятки, я только-только разгоняюсь. Это называется разминочка. Вы скоро все хуедете. Будем, блядь, уничтожать всех вокруг, на сих пор пока живым. Что иметь это в виду? И всяких там говноблогеров, и говнурналистов. Находясь под большим влиянием от ЧСВ Михаила, я решил провести эксперимент. Попробовать забайтить его на агрессивную реакцию. Хотя до этого мы были в довольно доброжелательных отношениях. В марте я принял участие в стриме на канале Антона Ванюшова. Того самого Ванюшова, с которым у Барзыкина сложились максимально напряженные отношения. И моя стратегия заключалась в том, чтобы никак не комментировать и не отвечать про Михаила на этом стриме. Хотя вопросы в чате по моему отношению к нему были. Но смысл был в том, чтобы вызвать реакцию, даже ничего про него не сказав. А только лишь поучаствовав в мероприятии на территории, так скажем, его врага. К большому сожалению, перед стримом я не сделал скриншот своих подписчиков на ютубе. В последний раз я делал это в феврале. И тогда фабрика футбола значилась в подписках на первом месте. Как самый популярный в этом списке ютуб аккаунт. Однако после стрима его в подписчиках не оказалось. Но однозначно утверждать, что отписка произошла именно после стрима я не могу. Возможно, это произошло в предыдущие три недели после моей последней проверки. Но согласитесь, довольно странно, при том, что он был подписан на меня довольно долго. Но в конечном итоге какой-то публичной реакции я все-таки не добился. Так что стал обдумывать еще одну попытку. Впрочем, долго думать не пришлось. Михаил сам предоставил отличную возможность. Вот таким образом он подводил для себя итоги рекордного по показателям месяца на ютубе. И я очень долго обдумывал и переписывал ответный пост. Чтобы он получился ну максимально непровоцирующим, но при этом давал хоть какой-то повод Барзыкину ответить на него. В итоге у меня получился вот такой комментарий, написанный почти в два часа после полуночи. И что же по итогу? Всего спустя полчаса в полтретьего ночи он залетел в комментарии под этим постом. Я сначала не принял на свой счет пассаж про хейтеров и даже чуть подрасстроился. Но уже на следующий день в вечернем стриме Михаил все-таки оправдал мои ожидания, за что ему огромное спасибо. Ну я короче поскольку это рекорд я думаю дай-ка сравнить с другими каналами. Ну интересно как там в среднем по больнице вообще какие там цифры у людей других. Уткин там тоже нефутбольная страна он тоже там написал ответ на мой пост такой гневный прям знаете блядь как будто я его где-то хотел задеть и там вообще ничего не написал типа там соблюбования какое-то нет просто подведение итогов месяца потому что это интересно мне стало интересно как там у других. Видимо короче у народа забомбило эй бомбите сильнее ребят бомбите блядь И опять же чтобы вы понимали до этого момента мы вполне доброжелательно общались по рабочим вопросам в личке вообще никаких предпосылок для возможной конфронтации так что вот как-то так легко можно залететь в список хейтеров и завистников Михаила Барзыкина которых сильно бомбит от его феноменального успеха. Но мне кажется все как раз наоборот ты сам Миша на бомбовой тяге улетел куда-то под облака и я бы призвал тебя в спешном порядке опуститься вниз к нам к обычным людям которые и возвысили тебя туда где ты сейчас витаешь. И вместо завершения я хочу обратиться к тебе напрямую. Как я уже сказал за две с небольшим недели я полностью отсмотрел весь твой контент начиная примерно с чемпионата мира и я прямо четко день за днем видел метаморфозы которые с тобой происходили и как ты менялся и за эти два года ты просто тупо улетел в космос. Я же говорю я сам раньше регулярно тебя смотрел и мне прям все с кайфом заходило подача уместный юмор ирония троллинг аналитика именно футбольная которая тогда еще присутствовала да я даже сейчас когда отсматривал на ускоренной перемотке эти древние ролики кайфанул и несколько раз от души проржался фирменные приколы над Кононовым звонки в специальную больницу разыгрывание целых сценок и легкий непринужденный стеб над зюбой когда это все было именно стебом пока не превратилось в какую-то манию и наверное просто погоню за цифрами и просмотрами тогда ты действительно упаковывал футбольную аналитику в приятную обертку и я думаю ты сам тогда кайфовал больше чем сейчас именно от самого процесса творчества как ты сам его называешь а сейчас же ты просто в гонке за цифрами ты на переднем краю борьбы с пропагандой последний бастион правды и справедливости в наше время но суть в том что если ты играешь против них по их же правилам то ты и сам становишься таким же раньше ты не делал категоричных выводов в каждом своем выпуске и не вдалбливал в головы зрителям свое мнение выдавая его за какую-то эфемерную объективную оценку это не критика это объективная оценка что это критика это блять при том что в параллельных роликах и стримах ты сам признаешься что две самые критикуемые и обсираемые тобой фигуры подвергаются обструкции чисто по нефутбольным причинам вот даже я как-то мне получается объяснять почему я ненавижу там Зюба да Черчесова почему я да пусть там притянуты пусть там нефутбольные причины окей ну почти нефутбольные раньше ты предоставлял право делать выводы своим зрителям давая им лишь аргументацию и ты всегда подчеркивал что сказанное тобой это твое личное и субъективное мнение но теперь же все кардинально поменялось еще расскажу я ничего не доказываю я посмотрел матч и делюсь своим субъективным авторским мнением для этого у меня есть сопоставление фактов логика ну и примерное понимание того как устроен наш замечательный футбол и по сути чем ты тогда отличаешься от людей и структур которых обвиняешь в том что они сут аудитории в уши используя свои методы и возможности тем что ты делаешь это по другую сторону баррикад такой работы вы позорите и предаете профессию а еще одурачиваете людей ну а я пока жив буду с этим бороться слабо ответить в общем я тебе конечно не советчик но именно как бывший зритель скорее в качестве рецензии скажу будь попроще и не уподобляйся тем с кем борешься если уж эта борьба не просто на словах хотя честно говоря после всего увиденного и услышанного я почти полностью уверен что это все фальши ну хорошо давай только с ума не сходить я против того чтобы очевидно люди чтобы люди белым звали черным или черным звали белым ну зубы тащили за ним три года почему тащит так как не тащили его ни халк ни Дании ни вообще никто никогда даже на Ршанске это было очень давно сложно сравнивать реально тащит если по ночи просто в футбол бы играл то наверное может быть и мы просили по многим грехи а то он опять один гол забьет 5 интервью один гол 5 интервью ты заканчиваешь все свои ролики цитатой английского поэта Джеральда Месси о противопоставлении истины авторитета перед авторитетом истины а я же закончу этот большой ролик другой цитатой этого же поэта спасибо большое друзья что осилили всем мир спасибо